большой всем привет ну что ж начнем знакомиться с седьмым поколением кто смотрел предыдущие видео и гадал что же у нас будет следующим на канале если вы выбрали седьмое поколение вы угадали но но это было довольно сложно потому что из того богатства что я показывал среди которых даже моя любимая игра предположить что я буду рассматривать в первую очередь своего от аутсайдера в кавычках ну это предположить было довольно сложно и так что же у нас в коробке и почему она такая большая и тяжелая для в общем-то чисто карточная играет уже нет ни миниатюр нить ник кучи дерева ничего даже интересно заглянуть вместе с вами и посмотреть из-за чего же там такая она реально тяжелая для чисто картонной игры почему же я ее рассматриваю 1 несмотря на такое большое количество заочной критики дело в том что я не обратил внимание на один очень важный момент игра от трех человек где-то тут есть при заказе на этот момент я даже не обращал внимание хотя очень внимательно рассматривал потому что игра чисто кооперативное по опыту я знаю что любую кооперативную игру можно играть и соло и я планировал не играть соло но сейчас обратив но сейчас больше познакомившись с механикой я понял что там есть некоторые элементы которые просто не раскроются в соло в силу того что на там может появиться и предатель и все такое наверное какие-то элементы сюжета которые нельзя будет полноценно отыграть соло и почему я начал с нее с первой хотя были кандидаты не менее интересные тот же клинок и колдовство которые я очень хочу посмотреть и как новый жанр и как игру ну и остальное тоже было в принципе не менее интересно посмотреть в первую очередь почему поколение 7 во первых сейчас пока у меня есть небольшой шанс сыграть в нее втроем потому что у меня из россии приехал брат и можно подключить его к игре и попробовать сыграть втроем как она как она и задумано поэтому грех не воспользоваться этим моментом и и попробовать начать изучать поколение 7 итак нас встречает правила игры они кстати очень небольшие сравнительно небольшие 20 страниц и большая книжище сюжетов наверное их нельзя читать сразу надо постепенно все это изучать но это мы посмотрим сколько у нас тут страниц тут страниц нет тут какие-то буквы и символы дальше запечатанные конверты с чем-то тут инструкция что делать с картами как их рассортировать и так далее 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 инженерный сектор с листом записей которые можно видимо свои имена давать и так далее элемент legacy какой то есть но и несколько четыре сектора как я понимаю они должны быть все в игре или как минимум три не знаю и посмотрим что же у нас дает основную тяжесть картонных листов не так много 5 штучек разных жетонов и основную значит массу у нас дают все таки карты 5 пачек разных карт которые нужно еще и отсортировать кроме как здесь большое количество кубиков какие-то маленькие карты еще немножко элемента legacy я так понимаю что это тоже до конверты запечатанные под буквами это интересно посмотрим я думаю что для меня эта игра будет своего рода первыми марсианами но на русском языке потому что как я уже рассказывал мне в принципе первые марсиане понравились но я не смог от них получить полное удовольствие из-за того что во первых пришлось при приходится продираться сквозь довольно сложный английский текст во вторых приложение постоянно раздражает а здесь вместо приложения все-таки полноценные карты как мы привыкли ну и сюжет примерно похож в первых марсианах вы находитесь в замкнутом пространстве на марсе и пытаетесь там выжить в седьмом поколении вы находитесь в космическом корабле и тоже пытаетесь выжить и чем-то заняться между походом из неизвестно откуда в никуда то есть по сюжету мы летим откуда-то куда-то и являемся седьмым поколением который не помнит нет ни то место откуда они вылетели не то место куда прилетит я надеюсь что это будет обыграно в сюжете потому что в принципе ради вот этой завязки я игру и взял посмотрим в общем я сейчас буду изучать правила ну и будем играть если все будет хорошо то в ближайшую неделю-две на канале появятся еще видео по этой игре и уже я смогу сформировать полноценное а не предварительное мнение о игре седьмое поколение издана классно игра издана классная вижу что хороший картон с глянцевыми вставками здесь тоже все качественно давайте вскроем хотя бы одну пачку карт я боюсь их все вскрывать на видео потому что там написано что и как-то на сортировать я просто не хочу их перепутывать давайте одну колоду все-таки вскроем для порядку таки распаковка без показа карт это не совсем полноценная распаковка может кто-то смотрит чисто чтобы увидеть какие там карты глянцевые или тисненые сейчас мы узнаем этот секрет нет карты к сожалению не подлен это просто гладкий гладкий тоненький картон ну жалко очень радует русский язык уже радует это означает что все таки есть какой-то шанс что я получу то что я не получил от первых марсиан получу от этой игры надеется по крайней мере на это никто мне не запретит спасибо что посмотрели всем пока и до встречи на канале а